Жалобы горожан, подготовка к празднованию Дня Защитника Отечества и безопасность на улицах города. Эти темы обсудили на еженедельном совещании с исполняющим обязанности главы Химок Дмитрием Кайгородовым. Так, за минувшую неделю в администрацию обратились больше тысячи человек. Чаще всего химчане спрашивали про оплату за коммунальные услуги и сетовали на уборку наледи и снега. Большой запрос на качество уборки снега. Здесь бы отдельно хотелось обратить внимание, что это зачастую не работа служеб ЖКХ. Это те территории, где у нас не переданы на баланс обслуживающих организаций городских. Это наши застройщики. Они, к сожалению, не всегда допонимают важность и значимость отработки и обращения граждан. По-прежнему немало вопросов поступает от жителей ЖК «Солнечная система». Химчан интересуют точные сроки ввода в эксплуатацию детского сада, школы и железнодорожного перехода. Дмитрий Когородов распорядился подготовить встречу с жителями проблемного микрорайона. В феврале подготовьтесь и в марте, в первой декаде и в марте, сделайте выездную встречу с жителями Солнечной системы. И вопросы попробуйте, ну не попробуйте, а во-первых, поделитесь информацией, которую мы обладаем, донесите до жителей. А те управления, соответственно, организуйте площадку и проводите подобное, ну не подобное это мероприятие. На совещании обсудили, как город готовится к проведению праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Патриотические концерты пройдут во всех школах, библиотеках и культурных учреждениях. Основное мероприятие у нас состоится 20 февраля в Театре «Наш дом». Это будет торжественный праздничный концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Туда будут приглашены наши ветераны. О том, как реализуется проект «Безопасный регион» на улицах и во дворах муниципалитета, рассказал замглавы Александр Прокопенко. Только в 2019 году во дворах, в подъездах и в местах массового скопления людей установили свыше полутора тысяч камер видеонаблюдения, которые позволили раскрыть не один десяток преступлений. Неугонно растет количество преступлений, которые раскрываются с использованием системы видеонаблюдения. В этом году раскрыто 47 преступлений. Работа сделана не зря и эффект от этого положительный есть. В этом году камеры видеонаблюдения дополнительно установят в пяти торговых центрах, на построенных социальных объектах, а также 500 дополнительных камер установят во дворах.